15 декабря в помещении кинотеатра Факел прошел первый турнир по Tekken 7 в городе Комсомольске-на-Амуре. Добро пожаловать на первый турнир по Tekken 7 в нашем городе! Сам турнир проходил в зале кинотеатра на большом экране. В таком масштабе бои становились крайне зрелищными, что определенно сказывалось на реакции участников и зрителей. Не верите, что шанс? Нет, промазал! Нет! Хорош! Выбил! Привет, братан! Это наш первый масштабный турнир и он вышел на уровень городского. Поэтому мы не могли просто облажаться и готовились к нему около двух с половиной месяцев. Вот! Кажется, у него получается! Он расходил, он расходил! Пошел, камбой, готово! Давай, дорогой! Помимо турниров, фая кинотеатра развернулось целое поле боя из различных игровых зон. В этот раз у нас было больше спонсоров, которые помогли нам неплохими призами для конкурсов и для самого турнира. Все желающие могли стать героем гитар в Guitar Hero. Показать свои танцевальные навыки в Just Dance. И опробовать виртуальную реальность в PlayStation VR. Также в свободном доступе были зоны с играми серии Tekken и Naruto. Всюду ходили косплееры, проводились викторины и конкурсы по играм. Событие посетило порядка 150 человек, 24 из которых приняли участие в турнире по Tekken 7. Турнир проводился по системе Single Elimination, поэтому бои на экране разворачивались нешуточные. В тройку победителей вошли Владимир, Соломон и Дип. Своим мнением о турнире с нами поделились участники мероприятия. Расскажите пару слов о прошедшем турнире. Для нашего города это был весьма необычный турнир, потому что такого в принципе в нашем городе не проводилось. Турнир был очень ярким, впечатлительным. Мне все очень понравилось. Турнир был яркий, красочный. Там было много народу. Впервые видел такое количество народу в принципе на каком-либо мероприятии. Турнир очень понравился, было много интересного. Участие в нем не принимало, но в следующий год я хочу иметь участие. Вот сейчас уже начало готовиться. Сами в турнире поучаствовали? В турнире я был участником. Вышел из турнира в первые раунды. Да, я был участником. Так же, как и мои друзья, я вылетел в первых же раундах. Да, мне удалось поучаствовать в турнире. Конечно же, в первом же своем бою, который я ждал около двух или полутора часа, я выбыл. В каких конкурсах поучаствовали? Участвовал в всех конкурсах, пробовал, торфировал, я вяду. Значок получил только по Tekken 3. В самих конкурсах нет, но играл везде. Везде я попробовал. Поучаствовал я во всех конкурсах. Выиграл только в одном в Jazz Dance. После проигрыша я поучаствовал во многих конкурсах. Получил я значок в Jazz Dance, получил значок в Tekken 3. У меня участвовала подруга, она выиграла в той значок. Мне хочется не понравиться. Меня зовут Владимир, я ответственный за игровую зону в Jazz Dance. Довольно многим людям удалось поиграть в эту игру. Все остались довольны. Был челлендж, с этого значки разлетелись очень быстро. Также мы опросили часть спонсоров мероприятия, которые любезно согласились поделиться своим мнением. Меня зовут Денис, я сотрудник комик-шопа, комик-зон. Расскажите пару слов о прошедшем турнире. В нашем городе такое впервые. Все, по-моему, прошло для первого раза очень даже удачно. Меня зовут Михаил, я директор компьютерного клуба Enter IP. Очень интересно было, как это все будет организовано. Все мероприятие организует всего три человека. Меня больше всего удивило. Парни молодцы. Организовали все, но отлично. Понравилась сама игра, то, что такая, в отличие от Mortal Kombat'а, такая непредсказуемая. В Kombat'е там сразу понятно, кто кого побеждает. Сначала самого. А в этой игре там, как бы, на последних секундах такое вытворяется. Дайверку, дайверку, дайверку! Смерть! Это смерть. Это смерть. Меня зовут Гуднин Дмитрий, я генеральный директор ООК кинотеатра «Пать». Почему решили помочь? Подобные мероприятия проходили уже неоднократно. И не только связанные с какими-то компьютерными играми, но и в целом мы стараемся как-то разнообразить, можно сказать, наш репертуар, используя дополнительные возможности привлечения людей к кинотеатру, их внимание. У нас проходила трансляция турнира по Доте Интернешнл, у нас проходили там футбольные какие-то хоккейные матчи. Потому что что-то новенькое в нашем городе, интересное, мы любим все самое такое интересное. Вот и решили посодействовать, чем можно. То есть так или иначе мы подобного рода уже проводили идеи, с которой пришли организаторы. Она показалась интересной, и мы захотели в ней поучаствовать и дать возможность ребятам воплотить то, что они хотят сделать в жизнь. Какие итоговые впечатления о турнире? Он поражен тем, что было очень много приставок. То есть от Dendy, самых первых моделей, до Sega, Sony Playstation, первая, вторая, третья. Большие экраны, танцпол, барабанные установки тоже заинтересовало с гитарами. В целом, мне кажется, что для первого раза все получилось. Были, конечно, отдельные какие-то недостатки, которые не критичные, которые впоследствии можно спокойно избежать. Блин, комом не получился. Опять же, сравнивая с теми мероприятиями, которые у нас проходили, то, что происходило на этом турнире, отрицательных мутов у нас не было. Очень понравилась вот эта фишечка, которая была на кинотеатре «Факел». На большом экране прям чемпионат большой. Это здорово. В общем, первый раз я такое вижу, что люди играют прям вот так вот на джойстиках в центре кинозала. Мне очень понравилось. В общем, пацанам большой, большой респект, так сказать. Помимо достоинств в нашем турнире были и от стоинства. Вот эта гримерка, которая у нас не особо удалась, и некоторые недочеты, которые были в плане организации. Ну, в целом, турнир прошел довольно-таки неплохо. Мы считаем, что все, что было задумано на 90 с лишним процентов, было выполнено. Организаторы молодцы, что смогли разнообразить программу не только самими боями по «Тейкин-7», но и использовать какие-то дополнительные возможности для того, чтобы людей развлечь, создать игровую зону, пригласить в «Ковикс-Ком». В целом, все получилось. Ребята молодцы. Какие-то все отлично, все вообще замечательно, все шикарно. Есть над чем поработать, есть что исправить, есть что улучшить. В следующем году будет гораздо круче. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!